Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа Мимо Нод. И сегодня в студии вместе с Евгением Додолевым и Александром Паниным. А беседовать мы будем с Владом Валовым. Российским хип-хоп исполнителем, композитором, можно сказать даже поэтом, продюсером и человеком, который стоял у истоков хип-хоп-культуры в нашей стране. Вот уже 30 лет, насколько я знаю. Здравствуйте, Влад. Здравствуйте. Ничего не напутали? Все так? Или у истоков мировой индустрии, а не только российской? Может, обидели? Да нет, ну, конечно же. Здесь можно по-разному все это интерпретировать. Ну, как мы до эдитера общались, я так понял, что тупак вырос на вашем творчестве. Надо просто говорить «Влад Валов, мастер и любимец гонораров». Да, это из трека одного. Ну, в принципе, да, я согласен со всей перечисленной. С вышеперечисленной согласен. Хорошо. Я хочу начать с того, что пришли вы вообще в хип-хоп-культуру как танцор, как исполнитель брейк-данса, и мне хочется узнать, мне очень любопытно. Вот вроде бы железный занавес, да, рок был в гонениях. Как вообще хип-хоп-культура проникла в СССР? Ну, да, СССР, 15 республик. Представляете, огромная страна, и все подчиняются, в общем-то, Москве. Вот. Железный занавес мощный. Ото всех. Особенно западный мир. Сюда первое, что в хип-хопе произошло, это брейк-данс. С сантуристами сюда пришел брейк-данс. Ну, то есть люди привозили какие-то видеокассеты. Опять же, с дипломатами это приходило нашими, там, через их детей или через иностранцев. Какие-то вещи модные и так далее, и там подобное. И стало в определенный момент это модно. И я впервые сам увидел брейк-данс, там, в 86-м году. А где? Во дворце пионеров. И был удивлен, очень сильно удивлен, как люди вообще двигают своим телом. Там элементарные движения какие-то показывали. Но это было очень клево и здорово. Мне очень понравилось, как люди одеты еще были. И я прямо захотел, очень захотел научиться так же. И мне посчастливилось, у меня в это время, я как раз из Москвы приехал в Донецк. Я в Донецке жил целых пять лет. Вот эти пять лет меня в Донецке... А почему приехали? Ну, у меня родители, после того, как мы здесь в Москве жили, там, сколько, 4-5 лет, мы вернулись в Донецк. И мы в Донецке, в общем-то, дальше... Почему вернулись? Ну, послали, послали отца поработать на Донбасс. Ну, в общем-то, я и рад тому, что я там побывал, потому что я узнал немножко другую жизнь, увидел, как люди вообще по-другому на все реагируют и смотрят. Ну, мне повезло то, что Донецк — это город студентов, в первую очередь, мировых, всяких мировых стран. И я познакомился со своим будущим учителем Янником. Янник Мегакале, Луанжан, Феликс из Конго. Это человек, который научил нас понимать, что такое брейк-данс и что такое хип-хоп. Познакомился с нигерийцем Энди, который объяснил, что брейк-данс или хип-хоп — это вообще духи, это вуду, это какие-то потусторонние силы, которыми ты должен научиться управлять. Угощал он чем-то, да, нигерийц? Нет, он нас наставлял и объяснял, в чем фишки в движениях, как танцевать правильно, что ты должен создавать, какие-то вибрации. А третий человек был Малик Лисотто. То есть маленькая страна. Нет, не все. И были кубинцы, и порториканцы, которые нас капуэр обучали. И вот эта вся смесь в интер-клубе, где нам все преподавали, показывали свои вещи. Даже какие-то были ребята из Саудовской Аравии, которые тоже как-то там что-то показывали. Арабы? Арабы даже показывали. Арабы и брейденцы. Смешно, смешно. А у них плохо получалось, но в любом случае они там как-то тусили с нами, показывали какие-то вещи. И мы создали свой вот этот неповторимый стиль, который их потом привезли. Ведь в России, в СССР тогда, каждые два месяца с 1986 года проводились фестивали по всей стране. В основном это Прибалтика, конечно. Это много там. Паланга, Шауляй, Паневежис, Таллин. А как они устраивались? На какие деньги? На Псамольске. На Псамольске, да. Да-да-да. И даже в 87-м или 88-м году я сделал такой фестиваль по брейк-дансу в Донецке также. Очень много было Прибалтики, Белоруссии, Горький тогда, ныне Нижний Новгород, Питер, Москва, конечно, вот эти вот все города. И причем, естественно, мы что делали? Мы вот вся туса, которая была в брейк-дансе, мы все друг друга знали. И мы переезжали из города в город, и все приглашали друг друга, ну и какие-то города подтягивались. Поэтому в 80-х существуют города, хип-хоп города, хип-хоп города России. Ну, точнее, с СССР всего. Все мы друг друга знали, что самое интересное, мы до сих пор все друг с другом общаемся. Так вот, недавно, недавно, буквально месяца три назад, мы запустили большую волну олдскула. Что это такое? Мы нашли всех от Преснякова до, я не знаю, до Мони, Володь, да. И все... Ну, и сам его в маршруте. Средний. Кстати, старший тоже и в футбол играет, и в брейк-данс танцает, если что. Но все дело в том, что каждый передал друг другу волну из того города, и место... Разбрелись по всему... И мы, в общем-то, в начале девяностых, записав альбом, поняли, что сейчас, ну, людям не до зрелищ. В России здесь идет дележка рынка. И мы поняли, что заработать денег мы можем в Европе. Мы взяли на все свои деньги, что у нас были, купили билеты и приехали в Западный Берлин с шестью баксами на шесть человек. Ну, а помимо денег, там же еще виза была какая-то. Ну, да. Мы на все это потратили деньги, и вот прибыли, и мы начали подниматься. Но мы по гостевым визу приехали, по туристическим, то есть не по рабочим. Мы танцевали на улицах, зарабатывали деньги, жили в складе. То есть нарушали, нарушали? Мы все нарушали, и мы были... Вы опасны. Да, и мы были очень в большом уважении у местных турок, которые в Западном Берлине. И будущие вот эти турки, мы даже, они с нами танцевали бесплатно, все понимали, что нам надо всячески помогать, хип-хоп друг другу, все помогают и так далее. И у нас получилась целая комьюнити. На нас посмотрела компания Интеркунст, которая, значит, при правительстве ФРГ была. И Тим Теллорс, такой человек, он сказал, я хочу с вами контракт подписать. Мы будем сейчас выступать за Евросоюз, тогда еще не было Евросоюза, и мы будем ездить по всем странам Европы под флагом Stop the Violence, Stop насилие. Мы подписали такой контракт, ну, так это я быстро все рассказываю, где мы выступали с голландцами, французами, англичанами, немцами. И ездили по разным странам. Всего у нас было там 4 тура, в общей сложности 160 городов Европы. Помню отличный вот концерт, например, группа To Unlimited была, ну, то есть, мы прямо перед ней выступали. Разогрейли? Не диск, а команда. Да, да, да. Ну, неважно. Целая площадь, неважно, неважно. Целая площадь, просто был такой случай, могу рассказать, была целая площадь в Амстердаме, по-моему, да, в Амстердаме был. И, значит, и мы приехали буквально за полчаса до нашего концерта. Дело в том, что нас садили с поезда в Прибалтике. Тогда дележка уже была между этими государствами. И у нас не было транзитной визы. Нас садили, и вот мы у местных полицейских покупали транзитную визу. У Прибалка? Да, да. Как они же не берут? Вот берут, получается. Брали еще как, брали, да. Все ночь сидели. Волшебство. Все ночь сидели около картошки. Картошку там на местные жители там жарили, парили, да. И вот мы, короче, приехали туда, и вот они вышли с этими паспортами и сказали, вот они к нам поробрались русские. И вот у нас была такая композиция «Fuck the politicians». Прямо мы ее зажгли, я не забуду, когда увидел, что там тысяч тридцать просто вместе с нами народ вот так вот стоял, орал, но, в общем-то, «Туан Лимитед» уже не так ярко выглядел. То есть у вас были успехи, я так понимаю, за границей. Да, да, очень такие сильные. А почему тогда вернулись? А мы вернулись для того, чтобы создавать дальше культуру русскую. ведь, мы экспортировали хип-хоп русский. То есть мы показывали всему миру, что в России есть такой хип-хоп, и он со своим оригинальным видом. И мы, в любом случае, мы писали здесь свои проекты, мы не писали никогда за рубежом, смысла никакого не видели в этом. Тем более, что мы, представьте себе, когда в Европу приехали, мы в рэпе опережали Европу. Ну, скажем так, брейк-данс в хип-хопе и граффити был тогда на большом уровне, а рэп они делали исключительно все на английском языке, даже немцы, французы. Ну, то есть все как по лекалам было, да? Да, в основном немцы, голландцы, они копировали американцев. А мы приехали со своим стаффом, мы приехали со своей музыкой уже. То есть мы не под чужую музыку делали, но своя музыка, свое сведение. Мы звучали обалденно. То есть потратили здесь и сделали тот звук, который опережал Европу все. Вот и, конечно же, мы ехали опять к нам сюда, чтобы опять что-то новое сделать и так далее. Приехав сюда, увидели, что опять темные времена продолжаются, техно, хаос, там... Техно, хаос это темные времена? Ну, знаешь, когда стадионы собираются, чтобы таблетку попробовать впервые в своей жизни, я называю это темными временами. И людям вообще было ни до рэпа, ни до хип-хопа, и мы опять отправились только уже в США. И как у вас получилось, раз людям было за столько лет ни до хип-хопа, ни до рэпа? Мы просто выпускали альбомы. Наши альбомы... Просто искали своего слушателя, получается? Да. Мы же вот подходим к треку «Городская тоска». Вот до «Городской тоски» это был андеграунд, мы, конечно же, делали какие-то фестивали, мы концерты выступали, но спроса не было, то есть пиратский рынок огромнейший, ну вот так, и мы понимали, что лучше сделать для пиратского рынка новый материал, чтобы нас все послушали. А выступали где-то клубные темы? Да, мы в основном клубы, был тогда в Москве такой очень модный клуб, как там в Лужниках «Джамп». Был такой глубокий туда все, мы там выступали даже по два, по три раза в неделю. То есть мы были очень популярны именно в Москве, чуть меньше в Питере, а другие города, к ним на шагбом, скажем, 93-го года, он пришел к ним через три года только. А вот Питер и Москва это всегда сразу. То есть до Донбасса не доезжали в эти годы? Нет, мы до Донбасса с того времени уже давно не доезжали. впервые мы потом в 97-ом году туда приехали. А в Америку вас пригласили или вы сами тоже решили так же, как в Европу? Купили билеты, визы? Дело в том, что в Америку вообще мы часто и гости были. В качестве туристов или мастеролеров? Я даже не знаю. Так случилось, что я в Америке был, наверное, раз 150. Вот так вот. начиная с 89-го года, поэтому я даже не знаю, какие визы. Ну, скорее всего, там уже так они просто продление делали и все. Вот. Но чем нам Америка всегда интересна была? Потому что это, в принципе, развитая страна, где можно для себя очень важные вещи увидеть. Например? Любые. Любые вещи, она... Например. Любые важные вещи. Согласен. Ну, самый простой пример, вот, у них, например, в унитазах, самый вот простой пример, унитаз, да, который, как в самолете, вот так всасывает. Это стоит во всех домах. Такая технология. в Америке прошли мимо. Сейчас помню, что я самую главную нюансу. Обычно элементарную вещь показываю. У нас этого до сих пор нет. Это было уже там 10 лет назад. Ну, и так вот прямо во всем. И мы, естественно, не хотели в хип-хопе никогда отставать. Тем более, мы хотели всегда свое делать здесь, чтобы был наш вот прям русский дух. То есть, вы учиться туда ездили, по сути? Да, какие-то вещи подмечать, смотреть. Мы выступали часто в клубах, где только черные. И как вы там выступали? Выступали всегда поразительно. Ну, так случилось, что черные очень хорошо всегда к нам относились. Не знаю, они где-то на утром, наверное, чувствуют русских. я слышала, что к русским они особо не лезут. Очень хорошо всегда отношение к нам. мы к ним, то есть, мы о культуре можем с ним поговорить и не более того. Естественно, мы какие-то с ним дела не делали. Мы занимались хип-хопом, они это видели все и нам всячески пытались помочь. Ну, было вообще хорошо. Тоже так же как-то турки в Германии. То есть, очень милые ответливые люди, Да, вот в данном случае они не со всеми так. Я спрашивал как-то у меня Диджи Чарм есть в Бруклине, мой друг, и он сицилиец, у него смесь сицилийца, там, по-моему, еще кого-то тоже из-за европейца, но он там шестое колено в Америке живет, и так далее. И я его спрашиваю, вот Чарм, объясни, мы идем вот в этот Бруклинский район, где черные только живут, здесь одни черные, почему они, ну, то есть, мы идем, мы у них здесь старимся, то есть, показываем, что у нас есть бабки, там, вот, мы идем с этими сумками, почему на нас никто не нападает? Он говорит, они смотрят в глаза, они как собаки чувствуют такие вот вещи, и говорят, вы их не боитесь, они это видят, и вы здесь ходите. Но у меня был случай, когда я человека случайно туда привел, такого, который неизвестен, блин, я прочувствовал прямо вот эти агрессивные взгляды. Что за человек? Ну, я не буду его... Болить? Да. Вот. И, короче говоря, я это прочувствовал, и он чувствовал себя тоже неприятно, и он сказал, что я больше в такие районы никогда в жизни не пойду. То есть, ну, здесь... Это... Да, да, да. Ну, мы чуть ли там не наполовину вызвали такси и уехали оттуда, потому что, ну, это было прямо очень опасно. И я понял, в чем дело. Но вот, когда вы вернулись уже окончательно из поездок учебных по Европе, по Америке, в нашу страну, что вы обнаружили? может быть, как-то сфера уже развелась, хип-хоп? Да, мы приехали сюда, здесь такая же темнота была, и мы вот как раз записали композицию после Лос-Анджелеса городской таск. Так случилось, что русское отделение Адидас заработало там во всю силу. И я предложил, давайте, ребята, попробуем что-то сделать совместно, по саму святому видеоклип. И вот людям, ну то есть, тогда омолодился состав, все такие прогрессивные, пришли в Адидас, менеджеры, и сказали, блин, давайте пробовать, тем более, что мы хотим. И мы взяли, и они нам дали там денег, мы сняли первый видеоклип на кино, на кинокамеру, 35 миллиметров, как стоит, ну тогда все деньги просто отдали, это было не больше, не меньше квартира в Москве. Тогда вот просто на видеоклип мы потратили денег, понимая, что нам всем деньги-то нужны, но мы все эти деньги потратили и сделали городскую тоску. Отнесли ее этот видеоклип по разным каналам, да, и нам сказали, да ну что, это рэп, забыть. Куда это носили? Да, везде, и от ОРТ, да, там. На MTV носили? Да не было тогда MTV. Еще не было? Не было, да. Ну, все, все каналы просто новичков брали только за деньги, а рэп не брали вообще. И вот был какой-то фестиваль режиссеров, типа фестиваль клипов. И наш клип один раз показали. И выстрелы, да? Да, по РТР один раз показали и вся страна увидела и здесь случился взрыв, это был атомный взрыв. Один раз показали и у нас пошли гастроли по всей стране. И тут за работу? Да, мы буквально за год, за два объявили ездили там всю страну по несколько раз. То есть более сотни городов, все приглашали нас, мы выступали и пошло-поехало. А как начали продюсерством заниматься? Получается, вот вы наработали, скажем так, аудиторию, поездили по стране? Да. Смотри, продюсерство было всегда в таком виде. Дело в том, что еще если взять брейк-данс, у меня была школа по брейк-дансу, я обучал ребят, какие-то номера им ставил, постановки, как хореограф. В принципе, хореограф это и есть продюсер, который создает только... Постановщик, да. Да. Вот. И у меня была такая команда, ну, то есть, у меня была своя команда, белые перчатки, мы там уже побеждали, были призовые места. И я вот взял еще ребят из-под Донецка и создал группу «Точка замерзания». Вот. Это был дуэт в «Электрибуге» тоже. И эти ребята стали тоже побеждать. Вот в этой команде... То есть, это исключительно продюсерский проект, в котором вы не участвовали в качестве... Да, да. Я просто сделал постановку. И вот в этой группе, как раз в этом дуэте и был Михей. Это его первый был выход, да. И вот дальше он со мной уже в Санкт-Петербург поехал учиться и так далее и тому подобное. То есть, и... Я все время нацеливал его, чтобы он делал свое сольное творчество, потому что он пел красиво. И вот этот вот... Я не могу сказать, что... Я просто видел, что я его настраиваю, я ему даю там... Я инвестора там как-то подогнал под него. Я это, это, это сделал. И вот он запел, там у него все получаться стало. И я понял, что, ну, в принципе, я мог бы запросто сделать свой проект какому-нибудь. И вот первый, можно сказать, такой проект уже это Децл был. Когда просто вот с нулей взял. Вот, кстати, да, мне это интересно. По поводу Децла, скажем так, я оказалась в числе целевой аудитории на то время. И помню, что было очень модно его слушать. Да, был действительно очень качественно, было совершенно другое звучание по сравнению с тем, что мы слушали. Но потом очень резко Децла стала слушать не тру. Потому что все узнали, что у Децла богатый папа и весь его имидж он сделанный. Почему они сделали ставку сразу на то, что у него богатый папа? Тимоти же, он же не постеснялся. Там проблема была у Децла в том, что папа. Папа очень хотел принимать участие во всем. Разве он не принимал? Я думал, что мы беседовали в этой студии с Томатским старшим. Я так понял, что, собственно, это его детище, не только биологическое, но и... Ну, да. В том-то и дело. В том-то и дело. Если бы он поменьше бы туда лез, то у них бы не было ни проблем, ни вообще того, что Децл сейчас вот так вот потух немного. Я просто... Сейчас, по-моему. Да, ну да. И немного. Да. Я так скажу, что я вел его как... Ну, то есть, я взял его, мальчишка, который даже не знал, что такое рэп, долгий, да, создал из него полностью имидж, мы там все сделали, и все это время вот Саша пытался, ну, папа его, да, пытался, его чрезмерно опекать, везде представлять, что это он сделал, и так далее, и тому подобное. Вот. А Децл, на самом деле, полностью это все мои тексты, вся... Ну, я знаю, там даже Томми даже участвовал, она, по-моему, чуть ли не жесты ему ставила. Да, 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 да. Ну, вообще все. Все, начиная вот от имени его и как... И заканчивая тем, что я его научил, что ты, как рэп-исполнитель, должен третий альбом, к третьему альбому сам писать. Ну, я буду тебя корректировать и так далее. Ну, то есть, вы вели как ученика, получается? Да, да, да. Это мой вот полностью вот ученик. Вот третий альбом, он уже сам начал писать. Я просто в этот момент, у нас как раз с Сашей трения были на эту почву, я сказал, что, понимаешь, я не могу... Трения финансового, количественного характера, не делающего? Нет, нет, нет. Ну, трения такие, что, ну, как бы, у нас много было недопонимания. Ну, то есть, он коммерсант, а я творческий больше человек. И у нас вот здесь вот был конфликт, это все в моем фильме «История Бэтби», там хорошенько рассказано будет вот в третьей части. Поэтому я думаю, что это как-нибудь я это расскажу. Очень много людей, кто интересуется. Просто в двух словах даже это не расскажешь. Это... Дело в том, что третий альбом он уже писал сам, и я отошел от дел. Однако разрешил ему использовать свои два альбома, чтобы... Ну, как пособие, скажем. Да, он до сих пор с этим материалом выступает. Он до сих пор выступает. Бывает, бывает. Мы же тоже уже начинаем ностальгировать. С таким материалом выступает. И я, в общем-то, рад, что именно... Ну, помимо Децела, там еще был ряд проектов. Мы же все это назвали. Бэтби Альянс, там ряд проектов был. И все эти... По-моему, это с Легалайзем тогда же был. Легальный бизнес, Белый шоколад женский, потом там были у нас экспериментальные фанковые, там Алкофанк, еще. Там был ряд проектов. Все они успешные были. Вот. Это все был Бэтби Альянс. Вот. И во главе этого всего списка я как продюсер стоял, все это создавал и понимал, что мы создали башню в сто этажей, когда вокруг одних и бары. Ну, Ну, как бы нечестно. Надо дать возможность всем другим подняться. и вот у меня родилась идея, что у меня же фестиваль рэк-мюзик ежегодный, каждый год, что вот лидеры этих фестивалей должны тоже процветать. Вот я узнал, в 99-м у меня как раз каста победила этот фестиваль, и я всячески сделал ставку, чтобы вот следующий. То есть вы ставили такую площадку, вы почувствовали себе ответственность, что раз уж вы начали эту культуру продвигать, вы должны давать какой-то материал для усвоения, правильно? Ну, да. Я ответственен за тех, кого приручили? За хип-хоп в нашей стране, и за то, чтобы он был со своими корнями, чтобы это не было, вот знаешь, как сейчас новоявленные звезды, там, типа Оксимирона, да, того же, он пытается сделать это так, ну, то есть не увидеть этих корней, сказать, ой, а я сам первый сделал этот хип-хоп. Ну, он же просто не знал, что здесь есть, хип-хоп, он приехал, был уверен, что он первый. кто, он же присылали, присылали нам из Германии, знаешь, сколько он же этих самых, там, у нас MC Кулак, если Децла слушал альбом, был MC Кулак, это главный, там, немецкий, там, рэпер на тот момент. Это смешно, когда такое люди рассказывают в наше информационном столетии, то есть это неправда, поэтому я не люблю, когда неправду несут. И у нас, я очень ценю нынешних молодых звезд, которые признают и говорят, что да, корни наши, и мы хотим, ну, как бы мы с уважением подходим к тому, что было до нас, и мы что-нибудь новое сейчас хотим создавать, а не то, что все, что было до нас, это говно, надо отнести, а вот я сейчас вышел, я тут такой хороший, красивый, слушайте только меня. Это не, ну, в хип-хопе это неправильно, потому что все, существует преемственность, ну, это целая наука. Как говорила Африка Бомбата, пятый элемент хип-хопа это знания, и в этих знаниях как фундамент стоит уважение. То есть, получается, есть некоторые исполнители, которые, может быть, ненароком разрушают культуру? Их много, их много, а сейчас каждый еще может на своей кухне записать рэп. Вот, кстати, да, хотелось бы поставить себе там, и у кого больше там подписчиков его больше услышат, а еще видео там можно и накрутить, а если ты хороший там айтишник, ты вообще можешь там стать популярным за два месяца. Я иногда смотрю, блин, какой-то мальчишка, у которого нельзя вообще слушать, что это вообще такое. У него там 15 миллионов просмотров. Добро пожаловать. Да, и ты смотришь, блин, ну столько людей хип-хоп в нашей стране не слушают. Столько это смотрят? Да, да, да. Ну, ты смотришь, или когда за полтора дня 30 миллионов посмотрел клип какой-нибудь. Ты сейчас накручиваешь? Конечно. Да, это и самое все. Реально можно, ну, то есть, реальные просмотры, даже на, если все площадки заработают, там, хип-хопом, то есть, это не то, что в разы, в десятки разов меньше, если все заработает. Вот. Поэтому, вот эти вот просмотры, здесь надо понимать, что это все IT-технологии. А к Версусу как относитесь? Он разрушает или добавляет что-то в культуру? Ну, Версус это, вот, скажем так, это отросток от хип-хопа. Да, это литературный кружок с ребятами, которые пытаются создавать свои стихи. И, в общем-то, там, в нем, ну, то есть, что такое рэп? Рэп, это когда идет бит, и ты играешь с этим битом. Ну, то есть, ты стиль свой, соблюдаешь стиль, ты манеру, свой тембр голоса, ну, то есть, технику показываешь. И во всем этом должна участвовать еще обязательно как лирика. То есть, это единое целое должно быть. Да, это все, это должно быть как целая скульптура, некая, очень красивая такая. А когда каркаса нет, ну, то есть, вокруг чего, да, это ритм каркаса. И получается, вот, версус, как бы, ну, да, ты можешь читать, там, свои стихи, там, туда-сюда, и это неплохо, но это не хип-хоп. То есть, я все-таки, ну, то есть, это литературно, это как, ну, точно так же, ну, то есть, это поэзия. Вы получаете, консерватор? Сюда начинают, сюда начинают приходить люди из другой области. То есть, чем отличается, ну, то есть, пришел, могут новые Маяковские прийти, это хорошая история, новые, возможно, Есенины сюда могут прийти, но которые не слушают эту музыку, не, не, не играют в хип-хоп. Это совершенно отдельная история. И она, естественно, так как наша страна поэтическая, она может очень неплохо развиваться. И я просто это никак не связываю. Ну, то есть, вы считаете, что это полезно, но не для этой сферы? Да. Получается, А если бы вас кто-нибудь позвал на батл, на Версус? Ну, меня в жюри звали, неужели раз? Нет, если не в жюри, если бы кто-нибудь позвал вас именно на бой. А кто может позвать меня на бой? Я не знаю, кто-нибудь. Ну, это все равно. Леголайс бы вас позвал. Но, Леголайс... Решил бы вспомнить старый. Он, извини, смотри, я сейчас объясню, здесь такой момент. Кто Мухаммед Али может позвать на бой? Майк Тайсон? Это Леголайс. А Мухаммед Али кто может позвать на бой? То есть, вы Мухаммед Али от рэпа, получается? Ну, это примерно я... Безглорная скромность. Да. Возрастной уровень, показывают. а что? Это так и есть. То есть, здесь надо смотреть... Меня могут позвать только те люди, которые со мной сверстники. Кто начинался на хип-хоп. А Леголайс подключился через 10 лет. Понятно, да, что 10 лет, это совсем разные. Мало того, я продюсер Леголайса. Ну, значит, тупак может позвать на уровень сверстника? он уже не может. Тупак уже не может, умер. Да. Ну, в принципе, как бы... Снуп Дог может, он мой ровесник. Может. Вот, типа, типа, Снуп Дог может. А вот, уже, я с доктор Дре не могу, потому что доктор Дре старший. у вас как в армии, был такой человек, человек, который драк-дилер, продавал наркотики и на эти деньги создавал рэп, да, для НДВ. То есть, у него это был бизнес? Бизнес. А, то есть, бизнес был, да? Вот он создал там и создал, ну, действительно, взорвал весь американский рынок. Да, чего, американский, весь мировой. Западный берег, или прям весь? Сначала началось все с Кэмптона, с Лос-Анджелеса, потом весь Уэст-Кост, потом всю Америку взорвал, и потом весь мир. Вот эта группа. Вот. И, я к чему говорю, что умер он от СПИДа в свое время. Даже в фильме, по-моему, это говорится, или не говорится, я не знаю. Вот. А вот завтра, точнее, сегодня, вот, сейчас прилетает его сын. Лил Изи. Будет выступать здесь, в Москве. Когда и где-нибудь выступать? Сегодня выступать. Будет сегодня выступать. Просто, видите, площадку, а улайки. Да. Звучки. Ну, просто, вот, мне интересно, такие вот вещи, что, ой, с Кюба уже, вот, сын такой, он сыграл, его же, ну, отца сыграл в этом фильме. То есть, вот, вот, следующее, как бы, первые рэп, там, наши звезды, их уже дети, начинают, преемственность. И, если в роке это уже было, ну, то есть, это состоялось, это клево, да, то в рэпе, вот это только начинается. Это действительно клево. Ну, то есть, получается, уже такая взрослая культура. Да, уже взрослая культура, и здесь на эту культуру нельзя смотреть, как на мальчишки, там, в широких штанах, которые бегают, там, с 16 до 20 лет, почитали рэп, и всё. Нет, здесь уже целые судьбы, драматургия, там, И темы уже новые, да? Да, да, и, естественно, рэп стал для разных совершенно слоёв. То есть, есть сейчас новое понятие трэп, да, вот мы сейчас работаем с этим, это вот школа сейчас, сейчас школьники слушают такую музыку, например, трэп любят. То есть, что такое трэп, чем он от трэпа отличается? Кем? Ну, это голландский хаос, смешение, транс, музыки и рэп. Должно быть вкусно. Да, это вот, вот это вот всё слияние, получился трэп, да, и они ещё любят использовать автотюны всякие, вот эти вот всякие, ну, всё, что в трансе любили использовать, там, всякие звучки. Интересно получается, ну, вот это как раз то, что сейчас пытаются, ну, то есть, это мода, да, такая. Потом там, более старшие, там, на классике воспитаны, там, ещё кто-то там, олдскул любит, там, ещё кто-то лирику, кто-то там, с попсой, кто-то с роком, смешением, кто-то с, с этими, с бардами, то есть, уже пошло. песни всякие. Да, и рэп, он начал вообще для разной аудитории распространяться, поэтому его сейчас, конечно, необычайная популярность. А вот ваш альбом, политика новый, он для какой аудитории? А он для нашей аудитории, Bad Balance, те, которые с номера выросли, и которые за кружкой пива могут разбираться в политике вообще, что это и как это. На что вас подвигло? Я уже там отвечал один раз корреспонденту, но расскажу ещё раз, как-то мой партнёр по группе Elle Solo пришёл ко мне и говорит, давай-ка после нашего альбома Криминал 90-х, который там только о Криминале 90-х был, давай исполним, ну, создадим сейчас политику, ведь практически из Криминала 90-х создалась современная политика России. Ну, я сказал, да, политика неинтересная тема, чего они там, мы можем такому рассказать, чтобы было интересно кому-то. Факт The Politicians, всё, это вот лозунг Bad Balance. Мы не заигрываем ни с какими партиями, мы ни под кого не стелимся, мы просто улицы, мы не... Ну, я не понимаю, в чём фишка. Однако, он там настаивал какое-то время, а потом, значит, я получил письмецо такое из РАУ. Авторское общество? Да, где там наш директор, оказывается, украл там 500 миллионов, там, и идёт сейчас с ним, ну, то есть, вот эта битва, где эти деньги и так далее. И я тогда осознал, блин, ну, это же часть моих денег тоже там. Я думаю, что я меньше стал получать, в чём, в чём вообще тема-то? И вот, конкретно, и я прямо решил об этом тоже. И вы считаете, это элементы политики? Да, да, да. Нет, это чиновники, которые при власти могут себе позволить взять любую сумму. То есть, вы, получается, против коррупции, тогда? Да, естественно. И вот это меня завело, я сказал, блин, да сколько же это может быть, это, ну, как бы, всё время кто-то ворует у тебя, ну, и всё это идёт от того, что власть это не видит. Слушай, а вы ездили же на Алтай, на молодёжный фестиваль против коррупции. Да, ездили. Скажите, а вот молодёжь, она как к этому относится? Это у неё развлечение такое приехать там, тусить на Алтае в горах хорошо и разъехаться? Или действительно они настроены? Палаточный городок, там река Катунь, постротечная. Там здорово. Да, очень красиво, горы вокруг, и палаточный городок, сцена просто. Но они как относятся к этому? Они действительно заинтересованы в работе над тем, чтобы не было коррупции, или просто, как искала, потусить? Ну, естественно, всё зависит от того, кто это всё создаёт. То есть, там есть лидер такой, Саша, который сам пытается коррупцию остановить на Алтае, и он там хочет баллотироваться дальше и так далее. А от какой партии? Я даже не знаю. Меня это никогда не интересовало. И он узнал, что мы политику пишем. То есть, вас это не употребляло даже настолько, что вы в выборах прошедших в воскресенье не участвовали, или вы отдали за кого-то свой голос? Ну, я отдал свой голос, я его не озвучиваю, потому что это мой личный выбор, и всё такое. А вот ваши команды, вы единомышленники, вот во всём, что касается... Ну, Эл Соло не ходил вообще, он к этому... Не верит? Не, не верит просто, и всё. А я хожу, я всё равно, я даже такое видео снял, как я зашёл там, повстречал даже местных депутатов, которые там были очень приветственные. Ну, вы же как-то в политические... Какие движения вы влечены? Вот, Александр спросил насчёт вашей поездки на Алтай, я же знаю про вашу поездку на Донбасс, это же, в общем-то, не шоу-бизнесерский ход, а скорее политический, или нет? Ну, Донбасс, это, извините, это Донецк, это мой город родной. Только поэтому вы поехали? В первую очередь, я поехал поэтому, во-вторых, естественно, я считаю, что Донбасс, очень много русских людей, и там, ну, просто на украинском языке никто не... И надо их поддержать. И когда мы приезжали, выступали, я видел, как люди, уставшие от бомбёжек, и всё, плакали. Их, это сам тысячи, приходило, плакали, и благодарили нас. И вот здесь вот я почувствовал, что, да, не зря мы свое творчество делаем, то есть мы можем поддержать таким образом людей. И одновременно я с удовольствием бы приехал, и в тот же Киев, с выступлением, и пообщался, потому что у нас разделилась наша аудитория, и там, и там, и люди, чтобы услышать бэдбэланс, теперь должны из Украины приезжать сюда, в Россию, послушать бэдбэланс. Ну, это, в общем-то, неверно, и надо с этим заканчивать. Вот, ну, как бы, в любом случае, мы так или иначе приходим к политике. А дело в том, что я в 1993 году закончил университет гуманитарных наук, где у меня была, где моя профессия, политолог, социальную, там, я политолог, причем международного, там, творчества, ну, там, творческий политолог, да, творец. Но у вас же влияние хип-хоп-культуры на молодежь было бы, конечно, что-то такое. Да, а диплом защитил хип-хоп-культуру, как по социально-политическому явлению среди молодежи. Это был первый такой диплом в мире. У меня последний вопрос к вам. А вот на вашем лейбле есть какие-то темы, нежелательные для исполнения? Что мы не желаем. Ну, что, да, какие-то нежелательные. Я не люблю мат. Я не люблю мат в песне. Но это стилистическое средство, скорее. Я про тематику. Да нет, пожалуйста, у нас свобода слова полная. И здесь ты можешь все, что угодно высказывать. Просто здесь главное понимать, все-таки, насколько человек хороший или плохой. Потому что рэп, музыка – это современное оружие. Мало кто это понимает. Если это оружие попадет в плохие руки, которые уважения не проявляют, и так далее, и тому подобное, он может разрушать умы молодежи, которые будут слушать его. А можно наоборот созидать. И здесь очень четко бы уже разбираться людям, которые слушают рэп. Сейчас мы послушаем рэп. Сейчас мы послушаем рэп. У нас время наше вышло. Мы благодарим вас за то, что вы к нам пришли. И благодарим наших зрителей за то, что они нас смотрели и слушали. Нам только осталось на прощание проанонсировать пятничное событие. После завтра. Дело в том, что у вас будет презентация как раз-таки альбома «Политика». После завтра, да. В «Лукин Румс». Вот. И, дорогие слушатели, я вам советую настоятельно прийти и посмотреть, что же это такое. Да. «Политика». Альбом «Бэт Бэланс», 12-й альбом «Бэт Бэланс». Под названием «Политика». Презентация в пятницу 23-го числа в клубе «Лукин Румс» в Москве на Пушкинской. И на следующий день в знаменитом клубе «Грибоедов» в Санкт-Петербурге 24-го сентября. Тоже презентация альбома «Политика». Всех приглашаю. По пару треков из новой программы мы услышим. Спасибо вам, Влад. Спасибо. До свидания. Чутненько.